приветствую вас уважаемые любители рыбалки в данном видео сегодня хотел показать как собрать поплавочную удочку это видео будет интересно для начинающих рыболов я так думаю так что это было давно все к своей определенные секреты вот скажем так мастерство ну первоначально я так думаю это удилища удилища для средних водоемов это для речек для прудов для озер там где ловлю происходит примерно ориентирующему береговой зоне до 15 10 может 20 метров в зависимости от условий ловли я ловлю где-то метров 10 на 12 от берега за корню точки это удилище 6 метров есть у меня 5-метровые 8-метровые 4-метровые вот сам универсальный я так думаю это 6-метровые сколько по опыту знаю сколько ловлю везде вот трубы 6-метровое удилище катушку ставлю как правило такие на рационку люблю на рационку много с ними прошел с инерционными катушками более удобные в использовании в обслуживании даже для мясорубки да мясо без инерционные они более удобные и компактные ими легче вываживать но вот эти прочные катушки плюс привычка на это дело каждого нравится можете поставить сюда другую катушку любого типа любого плана по поводу объема шпули если будете ставить инерционную не инерционную без инерционных обычно мясорубку так называемые народе ее ставят где-то от полторы тысячи до двух с половиной двух тысяч это грубо говоря кто знает что такое это объем шпули на котором наматывается леска в принципе вот это по средней рыбе по средней полосе для любительской ловли это не для спортивной для более тяжелых для карпа и так далее и тому подобное вот на такую леску ставим на двадцать три 025 основная леска намотали поставили сюда приготовили пропустили через кольца приготовили далее следующее у вас что будет идет это поплавок зависимости от того где вы ловите поплавки выбирается подместные условия поплавку здесь немного поднавал сейчас покажу вот такая палитра у меня которую я использую идут поплавки у меня вот это все губы карасёвые плодовые вот это уже тоненькие перья так называемая это будет тоже карась так вот это у нас идет на течение круглое если вы на течение поставите вот такой поплавок вы в принципе на эту поплавку все равно увидите но он у вас будет плыть не в горизонтальном не вертикальном а именно в горизонтальном потому что течение моего поднимает и он плывет выговоря как бревно по течению вот для ловли на трудах для карася я использовал такие поплавки самые мои излюбленные опять же кто как привык для ловли плотвы я ставлю такие прозрачные продаются поплавки очень нравится неброски не видно если рыба аккуратна ловите под берегом как правило это летом особенно не любит она никаких палок ничего подобного это более-менее маскирует ваше присутствие вот соответственно у нас уже течение на течение у нас поплавки ставлю где-то от трех грамм да вот это трех грамм три три с половиной четыре ну пять самое максимальное у меня восьмиграммовое но это уже на дальний заброс для обследования там дальних бровок скатов и свалов ставлю на сильное течение вот это пятиграммовое есть еще восьмиграммовое я не доставал не буду показывать вот далее что у нас идет вот приготовил два набора грузил грузил для дальнего заброса вот у меня есть такие грузики и для прибрежной ловли дробинки самый стандартный набор для дальнего заброса это у нас это дистанция 10-15 метров я уже ставлю такое то есть на этих грузах они подписаны то есть на этих грузиках указан вес 5 граммовая 3 граммовая утяжеляю как правило такие вещи то есть поплавки ставлю тяжелые с более для дальнего заброса или под более тяжелые условия ловли это сильный ветер чтобы оставить насадку на месте ставлю более большие поплавки соответственно более грубую снасть опять же помогает только для ловли крупная рыба потому что для мелкой рыбы у вас будут поклевки там на тот же самый 5-6 4 граммовый поплавок там мелочь там до 100 грамм вы даже поклевку не увидите при средней волне при крупной волне вот далее что хотелось бы отметить вот для себя начинал наверное тоже поплавки продаются в магазинах у нас вот сейчас покажу есть у меня вот такого плана то есть под силиконовые стопора с таким вот ушком под леску силиконовые стопора вот они тоже по диаметру различаются продаются разные у меня вот ну я меня особо на улочку не ловлю есть там загашники лежат там 3-4 он поменьше побольше соответственно от того поплавка который использует ну и леску вот 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 я уже переделал под себя то чтобы вот не тратится вот вот такие вещи я вот переделаю его под себя беру сейчас покажу если осталось у меня так проволочка нет там не осталось проволочку таскаю с собой в загашнике там небольшие обрезки проволоки нержавейки обычно вот ну и грубо говоря там сальтижи есть всегда в запасе делаю вот такую штуку то есть в эту петельку вставляю проволоку усики закручиваю беру кемрик провод изоляционный вот уже непосредственно этот кемрик ставлю на леску и фиксирую поплавку уже никаких на силиконов ничего не надо ну это мои доделки тот по-другому пользуется вот далее нагруза рассказал это рассказал ну непосредственно теперь по поводу отраски самой снасти поплавка я вот сегодня покажу так где-то у меня обжала леска уже в домашних условиях вечер зима можно потренироваться показать меряйте вот поплавочек по поводу рыбы там допустим для карася я использую от двух с половиной до трех с половиной грамм поплавки вот такие вот такой план средний плодовой под волну то есть притапливаю если волна или ветер пошел можно добавить грузик он добавится вот сюда вставляю одну вершинку то есть при малейшем движении он топится там отсосы поплавка более трех-пяти секунд раз снимем как поклевку вот там подсечку я смотрю по ситуации вот снимаем вот эту штучку кемрик пропускаю пропускаю его в леску пропускаю в леску вставлю сюда поплавок на поплавках указана маркировка сколько вам необходимо добавить фудограмм чтобы он стал полутору линию вот также продаются еще поплавки так называемые полуоснащенные или оснащенные с грузиками вот с такими бывают не такие бывают многоплановые то есть бывают здесь как под резьбу под винт сделано и здесь груза то есть вам надо добавить не убавить там такие маленькие кружки то есть добавили он соответственно стал ниже убавили он соответственно выше стал и так далее там подобное вот ну я покупаю вот такие все простое в принципе мне эти 72-3 дробинки добавить ничего сложно регулировать вот берем вот этот поплавок здесь написано 3 грамма берем коробочку вот граммовые у меня все уже разошлись можно 75 поставить показать но 5 из 3 грамма это примерно 6 дробинок нам надо чтобы оснастить 6 нам надо дробинки 4-5 хватит показать далее для проверки того как вы сделали грубо говоря оснастили его поплавок раз два я использую несколько видов там домашних условиях бывает если не позволяет там бутылку не нахожу еще чего-нибудь под воду использую вёдра с водой небольшие ну или какую-нибудь ёмкость в которую наливаю воду чтобы в домашних условиях быстро и оперативно проверить огрузку поплавка насколько удобно насколько комфортно нахожу вы оснастили так хочет залезать 4 2,5 грамма вот я сейчас провязал 5 грузиков по полграмма по 1-5 грамма достаточно потому что у вас еще не забывайте что у вас насадка сама вес имеет вот грузики прицепили далее берете как я уже рассказывал да опа берете вот такую емкость бутылку самую обычную не знаю из-под молока этикетку оторвал скажет реклама вот всё оснастили 2,5 грамма я не знаю видно здесь не видно он уже больше чем даже положено потому что по идее 3 грамма а я поставил 2,5 он должен состоять по белую риску а он ее даже притопил то есть больше то есть когда оснащаете поплавок лучше там полграмма грамм не добавить если что то может до берегу дробинку доцепить ничего страшного вот взяли бутылку проверили ага всё нормально всё сходится всё отлично закрываем с водой убираем далее делаете петельку а вот ещё момент хотел рассказать многие рыболовы особенно начинающие поводки не ставят я вообще из-за этого прошу много у меня было оторвано снасти много я потерял крючков поплавков и так далее или там подобное в избежание вот таких потерь они естественные в принципе где-то зацепились за корягу за рогоз за камыш за ещё что-нибудь лучше потерять поводок с леской нежели чем снасть всё заново перевязывать вот я пользуюсь поводками то есть вот мы сделали да грузили поставили поплавок поставили груза проверили далее вяжем петельку вот такую берёте леску на конце вдвойне её и вот опускаете раз два три затягиваете всё самая обычная петля рыболовная сделала петельку обрезали лишнюю обязательно проверили на разрыв потому что могут быть неприятные сюрпризы когда рыба садится два-три рывка и всё она благополучно уходит вместе с крючком и с поводком с вашим вот сделали вот такую петельку то есть это грубо говоря переходник у вас идёт и берёте непосредственно вот допустим вот я беру для ловли для карася у меня есть отдельный мотовил для маленьких водоёмов для маленького среднего карасяка там буквально грамм до 300 не больше вот такая отдельная у меня мотовильца с завязанными петельками леска разная диаметральная то есть там от 0,12 до 0,18 в зависимости от карасяка и ну соответственно насадки вот берём приготовим уже поводочек вот такой ну тоже самое самое обычное петля в петлю сюда заводим крючок вот здесь у нас петельку пробиваем сжало не хочет она старый поводок палочек достану так красивый самый хороший крючок тройка тройка четвёрка самым популярным проделим вот так вот сюда соответственно и этот крючок вот он у вас повис до петли проводим сюда крючок продеваем крючок продеваем в петлю все задели затянули вот все снасть готова отрегулированная в принципе нормально это средняя снасть для карася для ловли там где-нибудь возле дома где-нибудь ходите на дачу трехграммовая самая стандартная самая распространенная универсальная скажем так снасть вот по поводу если будете ловить там утренние часы рыба когда осторожно еще не проснулась с толком вот ветра нету тишина гладь вот забрасывает теснасть можно вот это все груза не в одну сторону потому что он у вас лежит вот на дне да на дне лежит рыба подходит она ее чувствует то есть вес груза чувствует грузики можно сдвигать на на огружение поплавка это никак не повлияет на заброс утренние часы тоже может то есть оставить один грузик здесь в самом низу возле узла и вот таким методом второй здесь и три наверху то есть вот такого плана снасть будет более чуткая и соответственно у вас поднимать постепенно будет рыба подошла там карась он у вас один поднял грузик второй грузик поднял то есть поплавок он все отсигнализирует вы это все увидите вот рыба меньше чувствовать будет нагрузку сопротивления в принципе все надеюсь данное видео было полезно вот подписывайтесь на канал смотрите ставьте лайки ну и конечно всем удачи ребят в рыбалке у них восстанет чешуи все до новых встреч